Мы находимся на горнолыжной базе Чункурчак. Сегодня здесь на лыжи встанут знаменитые российские дрессировщики Карина и Артур Багдасаровы. Но они будут не только кататься на лыжах, но и постараются подрессировать вот это вот зеленое животное. Так, где они? Как ощущения у вас? Ощущения классные. 9 лет назад я встала на лыжи, здесь в Бишкеке. Купила вот этот вот себе лыжный костюм 9 лет назад. И с тех пор я влюбилась в горнолыжный спорт и с такой радостью приехала сюда. 5 лет назад, но не на этой трассе мы были, умудрился сломать ребро себе в первой шиппокатушке моей. И почему я сейчас на лыжах? Потому что я сломал ребро на сноуборде. Сноуборд это не мое. Лыжи или сноуборд? Лыжи. Я не знаю как-то. Не для себя, а посоветуете что? Я вот, например, катаюсь на сноуборде и не советую только лыжи. Ну я не знаю, я на сноуборде никогда не каталась. Очень уважаю тех людей, которые этим занимаются. Потому что, во-первых, у меня сноубордист муж, у меня сноубордист сын, а я единственная в семье у нас лыжница. А, ну вот Артур сейчас еще встал на лыжи, так что мы вот так. Легче на лыжах или учиться дрессировать легче? Наверное, дрессировать легче учиться, потому что здесь много нюансов, в которые нужно пойти. А первый наш склон был как раз, мы почему-то приехали с ребятами, и они решили нас сразу поставить на гору, на крутую. И мы, знаешь, как сказываешь, попа-голова, попа-голова. А вот так, это был кошмар. Ну вот это было первое впечатление, было классно. Как ваши животные? Они любят, играют, бегают, конечно, если есть возможность. Ну, конечно, не взрослых тигров, а мы с малышами. Они очень любят снег, они его любят есть, они любят с ними беситься. А как вы думаете, вот есть же медведи на велосипедах? О, тигры на лыжах. Надо попробовать, надо попробовать. Это будет единственный в мире тигр на сноуборде. На сноуборде еще такая расцветка сноуборда тигрины. Вообще будет круто. Давали пробовать бешбармак тигам своим? Нет, они у нас едят бешбармак только сырой. Они больше, наверное, любят мясо по-татарски. У вас в городе все-таки где-то в течение месяца будут проблемы большие с мясом, но вы сильно не обижайтесь, мы скоро уедем. А вечерами мы их выпускаем. Кстати, обратили внимание, меньше народу гуляет. Да, в последнее время, да. Вот, но по вечерам сейчас выпускаем. Потому что вы приехали. Бешкек! Супер отдых, ребята! Супер трассы!